Коллеги, вот о чем я хочу говорить. По роду своей работы мне приходится выступать как бы в двух ипостасях. С одной стороны, я занимаюсь практической молниезащитой, и общение с вами здесь очень важный момент этой работы. А с другой стороны, я занимаюсь электрическим разрядом, молнией, и общаюсь с теоретиками. Так вот, представления теоретиков об измерениях, они такие. А от чего здесь вообще думать-то? Есть прибор, у прибора есть стрелка. Стрелка покажет то, что надо. Отчитайте показания и делайте с ним, что хотите. Так вот, выбить из головы такое представление практически невозможно. Теоретики плохо себе представляют проблему измерений. Они не представляют себе, что измерения могут быть связаны с ошибками на уровне десятков и даже сотен процентов. И вот именно с такими измерениями приходится иметь дело в практической молниезащите. И деваться очень часто здесь некуда, потому что некоторые проблемы до сих пор не разработаны. И решение таких проблем представляется важным иногда для ординарного проекта, а иногда для решения о политике молниезащиты в стране в целом. Я не буду разделять эти моменты. Я буду говорить об измерениях, которые важны в практической молниезащите, независимо от того, какими силами эти измерения могут быть сделаны. Начну я вот с чего. Я начну с того, что сегодня крыша высотных сооружений – это технологическая площадка. В оптимальном варианте эта технологическая площадка используется для размещения специального оборудования, антенных систем, систем климат-контроля, систем очистки воздуха. А в минимальном варианте – это просто прогулочная зона, где могут отдыхать те люди, которые живут в этом здании или пришли туда с какими-то общественными целями. В любом случае этих людей надо защищать от удара молнии. И ситуация-то вот какая. Чем выше сооружение, тем хуже работают молнииотводы и тем меньше надежды на то, что молнииотводы защитят все, что на этом сооружении находится. Вот наш институтский опыт по эксплуатации Останкинской телебашни говорил вот о чем. Что выпускать людей на внешней обстройке Останкинской телебашни в грозовой обстановке просто невозможно. А раз невозможно, нужна система оперативного грозопредупреждения о грозовой обстановке. В чем здесь проблема? Проблема заключается вот в чем. Фронтовые грозы, которые накатываются на, например, Москву или какой-то другой город постепенно, хорошо отслеживаются гидромедслужбы и проблем с ним нет никакой. А вот местные грозы, локальные грозы, тепловые грозы, которые возникают в одном месте и никак не проявляются в другом, вот судить об этих грозах очень тяжело. Потому что гидромедслужба не в состоянии определить грозу, которая будет, например, в районе Останкинской телебашни и ее не будет никаких следов даже на Красной площади. Вот здесь нужна система оперативного грозопредупреждения. На чем можно построить такую систему? Ну, самое простое дело – это измерять напряженность электрического поля. Измерять напряженность электрического поля грозовых облаков – дело достаточно хорошо отработанное. Поля эти измеряются на уровне примерно вольт на сантиметр, десятка вольт на сантиметр, иногда сотен вольт на сантиметр. И изменяются очень медленно. Скорость изменения этих полей, даже при локальных грозах, – это минуты. И для того, чтобы такую напряженность электрического поля измерять, используют флюксметры различного назначения. Что такое флюксметр? Флюксметр – это мельница, у которой есть заземленные крылья, которые закрывают или не закрывают пластины, на которых собирается наведенный электрический заряд, при вращении этих пластин. В результате через резистор течет ток, который связан с изменением наведенного заряда. Этот ток измеряется и калибруется в напряженность электрического поля. Вот такие системы существуют, наверное, уже сотню лет точно. Чем они неблагоприятны? Неблагоприятны они вот в чем. Ведь это у нас система электробезопасности. И в этой системе электробезопасности есть движущийся элемент – крылья вот этой вот мельницы, которые вращаются с достаточно высокой скоростью. Надежность такой системы слишком мала для того, чтобы ее использовать в системах электробезопасности. И вот начинается изыскание, каким образом можно уйти от этой вращающейся крыльев молнии и перейти к чему-то более надежному. Ну, один из таких вариантов – это вот какой. Взять электромагнит, на который будет подаваться импульсное напряжение и который будет втягивать и вытягивать сердечник. В результате, когда сердечник будет вытянут, на нем наведится большой заряд. Когда он уберется вниз, заряд будет меньше. В результате появится пульсирующий ток. И этот пульсирующий ток можно измерять в системе грузопредупреждения. Это уже, конечно, лучше, чем мельница, потому что такая система может обладать существенно большей надежностью. Но это все-таки не выход из положения. Это снова движущиеся элементы, движущиеся элементы, которые работают как датчик электробезопасности. И вот тогда, основываясь на опыте наблюдения за грозовой активностью на Останковской телебашне, было предложено отказаться от измерения напряженности электрического поля, а перейти к измерениям коронного тока, который возникнет в грозовой обстановке от стержневых электродов, стоящих на телебашне, этот ток измерять и регистрацию этого тока использовать для того, чтобы подавать сигнал, запрещающий выход людей на внешние обстройки телебашни. О каких токах можно говорить? Ну, можно говорить о токах на уровне единиц микроампер. Которые текут длительное время. Это, по сути дела, постоянный, вернее, медленно меняющийся ток, которые можно измерять усилителем постоянного тока и использовать как систему грозопредупреждения. Вот такая система работала на телебашне. Ну, больше десятка лет. Она показала достаточно высокую надежность. Сбоев у этой системы практически не было. А грозопредупреждения даже при локальных грозах всегда приходили вовремя. Вот именно такую систему можно рекомендовать сегодня для регистрации в первую очередь локальных гроз. Потому что проблема с грозами фронтальными, которые надвигаются на объект, который мы собираемся защищать, вообще говоря, нет. Вот это первый момент, о котором я хотел сказать. Второй момент. Ну, не связанный, может быть, напрямую с электробезопасностью, но предельно важный. Это вопрос о токах молнии. Вот вся система практической молниезащиты, вся система защиты от грозовых перенапряжений, вся система защиты от электромагнитных наводок строится на том, что нам известны токи молнии. А вот теперь возникает такой вопрос. А что, собственно, нам известно? В 1913 году Сегре подготовила доклад об измерениях тока молнии. Большая комиссия, которая там работала, проанализировала все прямые методы измерения тока молнии. Что имеется в виду под прямыми измерениями? Это осциллографические измерения, когда ток молнии проходит через датчик, а сигнал, который с этого датчика снимается, записывается на электронном осциллографе. Так вот, когда собрали все данные, которые были сделаны, начиная с середины 20 века до настоящего времени, то набралось меньше, чем полтысячи таких регистраций. И вот по этим регистрациям, еще раз подчеркиваю, которых меньше тысячи, была построена кривая распределения токов молнии, где величина тока, вероятность появления связывалась с вероятностью его появления. Сегодняшнюю молниезащиту интересуют токи где-то на уровне сотни ампер и выше, сотни килоампер и выше. Вероятности таких токов – это единицы процентов. И вот смотрите, если мы возьмем примерно 500 или пусть даже 1000 измерений токов и возьмем от этой 1000 1%, то речь пойдет в лучшем случае о десятке токов, о десятке измерений. И на этой основе сегодня строится молниезащита. Как теперь относиться к натюрженности того, что мы делаем? Но это еще не все. С чем встречается практическая молниезащита? С какими зданиями и сооружениями она встречается? Вообще говоря, это сооружение ординарной высоты. Линия электропередач. Средняя высота опор где-то на уровне 30 метров. Бытовые и промышленные здания. Средняя высота никак не выше, чем метров 30. Потому что десятиэтажное здание – это уже довольно высокое сооружение. А тогда вопрос. А токи-то вот эти молнии, они где измерялись? И вот тут выясняется вот какая вещь. Измерений токов молний на сооружениях ординарной высоты практически нет. Во всяком случае осциллографических измерений. Есть измерения при помощи магнитиков. Но это измерения не прямые. А прямые измерения все выполнены, вообще говоря, на высотных сооружениях. Ну, может быть, многие из присутствующих знают об измерениях тока молнии. В Швейцарии Бергером и его сотрудниками. Так вот, эти измерения были выполнены на башне высотой в 70 метров. Вроде небольшая высота. Но башня эта стояла на скале. А заземлитель этой башни был спущен вниз в озеро с высоты 600 метров. То есть речь фактически снова стала о высотном сооружении. И вот почти все измерения токов молнии сделаны на высотных сооружениях. А применяем мы их для сооружения ординарной высоты. А какое у нас на это есть право? Кто-нибудь знает? Я, например, не знаю. Вы знаете, есть старый анекдот о подвыпившем человеке, который, потеряв ключи у пивнушки, искал их на улице под фонарем, потому что там светлее было. Так вот, сегодня специалисты по молнии поступают именно таким образом. Они ставят свои осциллографы там, где молния ударяет чаще. А вовсе не там, где нам это надо. Есть ли какой-нибудь выход из этого положения? Вообще говоря, есть. Есть и выход, доведенный до практических соображений. Как можно мерить ток молнии? Один из самых прямых методов измерения тока молнии – это вокруг токопровода, который протекает этот ток, поставить пояс Роговского. Это, по сути дела, безметаллический, неметаллический трансформатор тока, в котором появляется на выходе ЭДС, который можно измерять. Вот этот принцип известен очень давно. Весь вопрос заключается в том, что будет поставлено на выходе вот этого самого пояса Роговского и что это будет за прибор, насколько он будет сложен и сколько он будет стоить. Вот совместная деятельность Института Академии наук, Института высоких температур и ИНИНА, в котором я работаю, в течение нескольких лет занимались проблемой создания датчика, который бы работал у пояса Роговского и не требовал никакого обслуживания в течение грозового сезона, не требовал дополнительного источника питания и записывал бы с хорошим разрешением токи молнии. Сегодня такой прибор выполнен. Он есть в металле. Он регистрирует токи молнии, даже токи первых и последующих компонентов. Он пригоден для массового производства и документация для этого прибора разработана. А при массовом производстве себестоимость такого прибора будет не выше, чем примерно 100 долларов в шаг. Такой прибор можно поставить на опору линии электропередачи, можно поставить на токоотводы любого здания. И таким образом можно набрать статистику по измерению токов молнии на объектах ординарной высоты. Вот эта ситуация, естественно, не под силам какой-то одной организации. Но в государственном масштабе это может привести к принципиальному изменению отношения к молниезащите. Потому что токи молнии могут оказаться совсем не то совой вероятностью, с которой они измерялись на высотных сооружениях. И наше отношение к молниезащите, к надежности ее элементов, таких как токоотводы, таких как заземлители, таких как УЗИПы, могут оказаться совершенно иными. Вот организация таких измерений массово на объектах ординарной высоты сегодня доступна во всяком случае в России. Но, к сожалению, пока до сих пор не реализована. Я должен сказать хотя бы два слова вот о чем. Есть дистанционные методы измерения тока. Эти дистанционные измерения тока рекламируются фирмами, которые производят соответствующую аппаратуру. Это в первую очередь фирма Вайсела, которая формально находится в Финляндии, а по сути дела принадлежит Соединенным Штатам. Это фирма ТОА, которая тоже принадлежит Соединенным Штатам. И там вас уверяют, что измеряя электромагнитную наводку в дальней зоне на расстоянии в нескольких сотен километров от точки удара, вы можете восстановить импульс тока молнии. Мы провели детальный анализ такой возможности. Возможность есть, но погрешность ее сотни процентов. Связано это вот с чем. Излучателем является канал молнии. По каналу молнии бежит волна тока. Эта волна тока деформируется, пока она бежит. И ее электромагнитное поле от этого меняется. Так вот, деформация этой волны зависит от того, сколь велик ток. Если ток большой, то деформация слабенькая. Если ток маленький, деформация очень большая. И в результате коэффициент пересчета измеряемой напряженности на ток меняется в разы. И поэтому такой метод абсолютно непригоден. А вот прямые измерения датчиком тока, который разработан сегодня в России, это измерения, которые не требуют абсолютно никаких эксплуатационных расходов. Расходы нужны только на создание прибора. И если такой прибор будет, будут измерения, по которым статистика токов молнии будет построена не по нескольким сотням измерений, а по тысячам. И измерениям, которые сделаны не на высотных объектах, а на тех объектах, которые надо защищать. И вот этот момент исключительно важен. Теперь еще об одном параметре, который сверхважен в молниезащите. Это сопротивление с заземлением. Откройте любой нормативный документ по измерениям сопротивления с заземлением. И вы увидите вот какую инструкцию. Если у вас есть заземляющее устройство, максимальный габарит которого D, то токовый и потенциальный электроды надо удалить от этого измеряемого на расстояние в 3-5 вот этих максимальных габаритов. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Речь идет вот о чем. Ну, возьмите подстанцию, возьмите нефтеперекачивающую станцию, возьмите заводскую территорию. Контур заземления там будет иметь размер в сотни метров. И значит, вот те расстояния, на которые надо удалять токовые и потенциальные электроды, вот эти расстояния, они исчисляются единицей километров. Спрашивается, где вы сегодня на территории европейской части России хотя бы найдете такие свободные территории? Нету их. И вот эти расстояния надо стремиться как можно больше уменьшать. Как это можно сделать? На этот счет существует довольно простая система, которая говорит вот о чем. Токовый и потенциальный электрод надо расположить на одной прямой, которая связывает эти электроды с измеряемым электродом. И вот эту точку, на которую ставит потенциальный электрод, надо расположить на расстоянии равном 0,62 от токового вот этого расстояния. Откуда это взялось? Если вы возьмете зарубежные приборы, вы увидите там вот такие рекомендации. Они взялись вот откуда. Рассчитали эту систему для случая, когда потенциальные и токовые электроды являются электродами точечными. Вот в этом случае, действительно, если вы поставите потенциальный электрод на расстояние, которое стоит в инструкции, вы получите правильную цифру. Но на самом деле измеряемый электрод никогда не является точечным. Не является точечным и токовый электрод, потому что это стержень. И вот если проводить измерения для этих случаев и смотреть, какие ошибки у вас могут получиться, то оказывается, что уйти вот от таких больших расстояний к расстояниям все-таки более или менее терпимым можно в том случае, когда потенциальный электрод ставится точно посередине между токовым и измеряемым электродом. Вот посмотрите, какая погрешность получается в этом случае. Даже на расстоянии в половину вот этого Д погрешность меньше 20%. С такой погрешностью, конечно, можно мириться. Можно мириться. Это не такая уж большая погрешность, если учесть, что сопротивление заземления меняется во времени от влажности почвы, от погодных условий, и погрешность на уровне 20% – это вполне приличная погрешность. А расстояние, на которое приходится теперь относить электроды – это расстояние порядка сотни метров. Все-таки 100 метров – это лучше, чем километр. А погрешность 20% – вполне допустимая погрешность. Но очень часто бывает, что вы и на 100 метров не можете отнести электрод. Вот как быть в этом-то случае? Вы знаете, в этом случае нет никакого выхода, кроме одного единственного. Либо вы миритесь с большой погрешностью, либо вы делаете следующую вещь. Вы восстанавливаете систему расположения электродов на компьютере и производите численный расчет, в котором по измеренному сопротивлению вы находите истинное. Рассчитывать на то, что вы получите в сжатом пространстве, где есть большая застройка промышленная или гражданская, безошибочную величину нельзя. Вот единственное, что вас может утешать – это следующая вещь. Если вы будете ставить потенциальный электрод точно посередине между токовым и измеряемым, погрешность будет всегда завышенная. Вы получите завышенное значение сопротивления, а не заниженное. И это значит, что расчеты всех перенапряжений у вас будут идти с запасом. И это вас может успокоить. Видите, вот посмотрите, например, я делаю расчет для контуроземления, сетка 200 на 200 метров. Я отхожу на расстояние всего 5-50% ее диаметра. Вот. И у меня погрешность, во-первых, положительная, а во-вторых, она меньше 20%. Вот с такой погрешностью все-таки стоит мириться. Есть еще один момент, который очень важен в измерениях сопротивления с землением. А какое эквивалентное сопротивление ставить? Как вообще измерить сопротивление? Удельное сопротивление с землением в том месте, в котором вы располагаетесь. Если вы откроете наставление на этот счет, например, прочитаете книжку Бурдорсова и Якобса, вы найдете возможность сложного измерения сопротивления, удельного сопротивления на разных глубинах. Вообще говоря, делать такие измерения можно, и их делают, но они связаны с очень большой трудоемкостью. Что можно предложить вместо этого? Оказывается, расчеты показывают вот какую вещь. Ток молний проникает в грунт на глубину, примерно соответствующую максимальному своему габариту. То есть, если возьмете, например, шину длиной 100 метров, то ток будет распространяться по грунту на глубину примерно до 100 метров. Если вы возьмете сетку с размерами в 100 метров по диагонали, у вас ток тоже будет распространяться примерно на такую же глубину. Тогда можно пойти вот на какую вещь. Можно взять и на той территории, где еще не застроенной, где у вас будет положен контур заземления. Взять, прокопать траншею на максимальную длину, проложить в эту траншею шину, засыпать этот грунт, измерить сопротивление заземления этой шины, а потом по элементарной формуле, имея измеренную величину, вычислить эквивалентное сопротивление заземления ρ по этой элементарной формуле. И потом это значение использовать для всех проектных расчетов заземляющих устройств, которые будут располагаться на этой территории. Конечно, если размеры этих заземляющих устройств по максимальному габариту будут равны сопротивлению заземления той шины, которую вы положили. А шину оставьте так в грунте и потом присоедините ее к контрзаземлению, а хуже от этого не будет. Импульсное сопротивление заземления. Вот с этой величиной какая-то невероятная путаница. Потому что под импульсным сопротивлением заземлением понимают совсем не физическую величину. Понимают отношение максимального тока в заземлителе к максимальному напряжению, которое на этом заземлителе возникает. Эта величина вообще не имеет никакого физического смысла. По той простой причине, что максимум тока и максимум напряжения в импульсном режиме не совпадают по времени. И использовать эту величину в практических расчетах перенапряжений вообще говоря нельзя. Что нужно знать? Нужно знать входное сопротивление заземления. То есть отношение напряжения на заземлителе к току, который течет через этот заземлитель в один и тот же момент времени. Эта задача решается дифференциальными уравнениями, которые сегодня разрешимы любыми компьютерами. Но речь у нас идет не об измерении, не об расчетах. Речь идет о том, как измерить импульсное сопротивление заземления. И вот с импульсным сопротивлением заземления получается вот какая вещь. Получается следующая вещь. Во-первых, чем молния отличается от любого измерительного устройства? Молния не имеет обратного провода. Ее ток втекает в землю и растекается по всей территории земли радиусом 6400 километров. А вот если вы притащили какое-нибудь заземляющее устройство, то это заземляющее устройство у вас имеет прямой и обратный провод. И присутствие этого обратного провода за счет электромагнитного воздействия влияет на распределение тока по заземляющему устройству и стало быть влияет на его импульсные характеристики. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот на этом плакате показана такая вещь. В земле расположено 11 параллельных шин. Эти шины заглублены в грунт. И если бы в них был введен ток молнии, вот сюда, в середину, то этот ток молнии почти равномерно распределился бы по этим шинам. Посмотрите, чуть-чуть ток увеличился бы на краях, чуть-чуть был бы поменьше посередине и снова увеличился на другом краю. Вот это так было бы, если бы растекался ток молнии. А теперь я вместо тока молнии ввожу ток от измерительного прибора, который формирует импульсный ток. И вот у меня теперь есть обратный провод. И вот этот обратный провод генератора расположен на высоте 1 метр от шины. Посмотрите, что получилось с распределением. Под обратным проводом ток резко возрос, а на краях он очень сильно упал. Вот эта погрешность, связанная с измерением импульсных характеристик в лаборатории, исключить нельзя никаким образом. Обратный провод существует всегда. Я начну подымать этот обратный провод. От этого погрешность будет немножко меньше. Но подымать высоко обратный провод практически невозможно. Потому что на территории подстанции этому будут мешать шины подстанции. На территории городской застройки этого тоже нельзя сделать. Поэтому погрешность всегда будет. И погрешность будет достаточно большая. Вот посмотрите, пожалуйста. Я посчитал эту погрешность. При высоте 1 метр погрешность оказалась на уровне 50%. А при высоте обратного провода в 10 метров, а выше уже задирать некуда, погрешность оказалась на уровне 30%. То есть погрешность за счет обратного провода это неустранимая погрешность, которая присутствует всегда. есть и еще одна погрешность. Эта погрешность связана с тем, что у меня провода, которыми будет измерять напряжение между точками, находятся на какой-то определенной высоте D. И вот в этом контуре, измерительном контуре, наводятся ЭДС магнитной индукции, которая тоже создает достаточно большую погрешность. И от этой погрешности тоже убраться некуда, потому что я не могу расположить провода на нулевой высоте. Вот эта вот высота у меня будет всегда. И погрешность будет всегда. И вот когда в полевых условиях мы занимались вот такими измерениями, то выяснялась следующая вещь. Выяснялось, во-первых, что устранить эти погрешности нельзя никаким образом. А прибор, которым можно воспользоваться, прибор ИК-1, который существует в России, и серийно производится в России, дает еще погрешность, связанную с тем, что его импульс на выходе деформируется в зависимости от той нагрузки, которая есть. Добавляется еще и погрешность приборная к тем двум, о котором я только что говорил. Какой же может быть выход из этого положения? Вот представьте себе, что вам необходимы импульсные характеристики заземляющего устройства. Тогда вы можете пойти только на единственный путь. Либо вы можете проводить измерения по принципу больше-меньше, то есть большая величина или маленькая, а уж какая, об этом не говорить. Либо сделать следующую вещь. Измерить все, что можно измерить, потом на компьютере воспроизвести условия этих измерений и посмотреть, какие погрешности при этом будут, а потом эти погрешности вычитать. Сложный путь, очень сложный. Можно его рекомендовать? К сожалению, приходится рекомендовать вот по какой причине. Не так давно нашему институту пришлось проанализировать результаты измерения импульсных характеристик заземляющих устройств на линиях в Сибири, которые были выполнены одной, как она себя считала, квалифицированной фирмой. Эти измерения не выдерживали вообще никакой критики. Оказалось, что эти измерения нельзя применять даже для самых грубых оценок импульсных характеристик и стало быть импульсных перенапряжений на этой линии электропередачи, потому что погрешности, которые там были, были на уровне сотен процентов. Понимаете? И если вам действительно нужны импульсные характеристики, выхода другого и никакого нету. Вот имейте в виду, избежать погрешности в импульсных характеристиках нельзя. Она будет существовать всегда и исключить ее можно только повторным компьютерным путем. А вот теперь вопрос совершенно иного плана. Вопрос такой, а вот если мне хочется испытать сделанное заземляющее устройство для того, чтобы посмотреть, что же будет за импульсные характеристики в реальных условиях. Если такая задача возникает сегодня в России, для ее решения есть готовые устройства. Три крупных организации, Объединенный Институт высоких температур, о которых я уже говорил, Центр Атомных Исследований Тририти город Троицк и наш Энергетический Институт Крыжановского разрабатывали подвижной испытательный комплекс, который в состоянии при напряжении в 2 миллиона вольт загнать в контур заземления импульсный ток до 100 киломпер. Это устройство представляет собой три машины КАМАЗ, одна из которых является измерительным комплексом, а две другие несут вот такие импульсные генераторы, которые в состоянии подать реальный ток молнии в реальный контур заземления, измерить реальные импульсные характеристики и измерить электромагнитные наводки, которые при этом возникают. Оказалось, что при таких измерениях выяснилось вот какая очень важная подробность. По поверхности грунта, даже очень высоко проводящего, распространяются искровые каналы, которые тащат ток молнии на расстоянии в десятки метров, и эти каналы распространяются не только по высокоомным плохим грунтах, но и по таким грунтам, как черноземам с удельным сопротивлением 100 омметров и ниже. Вот такие устройства сегодня существуют и они пригодны для того, чтобы использовать их для реальной натурной калибровки любого заземляющего устройства. Вот чего у нас, к сожалению, нет. К сожалению, у нас нет импульсных источников, которые могли бы использоваться для испытаний УЗИП, которые наверняка нужны для защиты оборудования от электромагнитных наводок. вот тот генератор, который вы сейчас видите на плакате, это генератор, который построен в Баварии фирме Ден плюс зона и используется для формирования импульсного тока амплитудой до 400 килом ампер. Зачем нужен 400 килом ампер не знает никто. Скорее всего, это просто рекламный трюк. Но токи 200 килом ампер для испытаний УЗИП надо формировать. И при этом надо формировать импульсный ток величиной до 100 килом ампер, который сопровождает работу этого УЗИПа, когда он загорачивает электрическую цепь. Вот все это нужно для того, чтобы в России появилось независимое производство УЗИПов, которым мы могли бы отстроиться от закупок за рубежом. Вот, к сожалению, такого устройства у нас нет. И хотя я очень надеюсь, что она появится в ближайшее время, но к сожалению, сегодня мы не можем испытывать полноценно те УЗИПы, которые у нас разрабатываются, а это значит, что у нас пока нет собственных УЗИПов, которые могут реально конкурировать с лучшей продукцией европейских фирм. Вот на это не очень приятной точке. Я и хочу закончить то сообщение, которое я хотел сделать. Какая моя цель была, самая главная? Самая главная моя цель была в следующем. Мы можем сделать любой проект молнии защиты. И для этого теоретическая основа у нас есть. И нет никаких проблем с любыми компьютерными расчетами. Кроме единственной проблемы нам нужно заложить в компьютер достоверные исходные данные о токах молнии, о сопротивлении заземления, об электромагнитных наводках, о надежности работы УЗИПов. Но эти данные можно получить только теми измерениями, которые сегодня, к сожалению, не доведены до практически значимого уровня. И это значит, что наши расчеты, практические расчеты молнии защиты, должны содержать запасы, которые ничем не оправданы. А это значит, мы будем закладывать железо в землю без, может быть, сколько-нибудь весомой нужды. То есть, сделав один раз, набрав статистику измерений, мы удешевим существенно молнии защиту на всей территории страны в течение многих лет. И это того стоит. Я готов ответить на вопросы, если они у вас есть. Эдуард Мирович, спасибо. Спасибо вам за выступление. Ержан Камбарабаев задает вопрос. Я работаю на угольном разрезе. у нас после грозового разряда зачастую выходит из строя низковольтная аппаратура, коммутационная и управление. Могли бы посоветовать решение на данном вопросе? Для того, чтобы посоветовать конкретное решение, нужно знать, как устроена у вас эта аппаратура и какие защитные средства вы применяете. опыт, который есть у нас и опыт, который есть у многих организаций и российских, и зарубежных, показывает, что низковольтную аппаратуру нельзя защитить сколько-нибудь высокой надежности без установки УЗИПов, устроить защиту от импульсных перенапряжений. определение характеристик этих УЗИПов, их устройству, их размещению было посвящено несколько семинаров, которые проводились в разные дни. Все эти вебинары доступны для того, чтобы их можно было посмотреть. И если после того, как вы посмотрите эти вебинары и увидите в чем там суть дела и вам станет что-то неясно, можно задать конкретный вопрос фирмы ЦАН и она перешлет этот вопрос нам и мы постараемся подготовить вам ответ а может быть для этого потребуется и специальная работа. Но защитить низковольтные цепи на карьере угольном безусловно можно. Спасибо. Александр Харламенков задает вопрос связанный с устройством для мониторинга разрядов молний. Вопрос длинный, но суть вопроса насколько возможна интеграция этого прибора в онлайн системы мониторинга грозовой активности. То есть каким образом придется собирать данные с этих приборов установленных? С каких приборов? Вы имеете ввиду датчик тока? Да. То датчик тока это сделан следующим образом. Датчик тока сегодня когда он испытывался на линиях электропередачи имел источник собственной внутренней оперативной памяти и в этом источнике оперативной памяти сохранялась информация о токах десяти ударов молнии. Значит считать эту информацию считать эту информацию можно было простым образом значит подойти к разъему прибора сунуть в него флешку и перебросить туда информацию. Но вопрос который задает Александр он сводится вот к чему а можно ли делать это дистанционно? да можно значит можно делать дистанционно это через интернет но это несколько увеличит стоимость прибора и поэтому когда прорабатывался массовый вариант и стремились к тому чтобы стоимость прибора была минимальной все-таки предполагалось что раз в грозовой сезон с каждого прибора будет снята информация хотя еще раз повторяю дело здесь только в деньгах и ни в чем больше Николай Майорский задает вопрос про приборы грозопеленгации добрый день приборы и грозопредупреждения выпускаются производителями если да то какими или это штучное производство под конкретный заказ это не может быть массовым производством вот по какой причине вам этот прибор нужно обязательно привязать к тому объекту на котором он будет установлен и обязательно откалибровать его применительно к этому объекту причем имеется ввиду не только габариты самого объекта например высота здания но имеется ввиду и окружение этого здания делать эти приборы массово я думаю это вещь малореальная если потребовать высокой надежности защиты персонала или людей которые будут находиться на крышах здания значит это все-таки штучная разработка на мой взгляд павел еблучанский задает вопрос здравствуйте насколько мне известно источники для испытания УЗИ по импульсам до 100 киломпер есть в лаборатории Хакель я тоже знаю что в лаборатории Хакель как будто бы существует такой источник вопрос заключается вот в чем во первых ток нужен не 100 киломпер а 200 это первый момент а второе самое главное это кроме этого тока нужно обязательно иметь источник сопровождающего тока источник сопровождающего тока который имитирует ток короткого замыкания через УЗИП первого класса УЗИП коммутирующего типа и который по сути дела и определяет самое главное для линии электропередачи если этот сопровождающий ток УЗИП успешно порвет в течение первого периода то это УЗИП действительно работоспособен если этого не произойдет то этот УЗИП не работоспособен потому что он просто устроит короткое замыкание которое отключит электрическую цепь от той сети которую этот УЗИП защищает вот сопровождающего тока на уровне до 50 киломампер я например к сожалению в России не знаю и Сергей Сальников по той же теме вопрос задает а УЗИП в России будут ли востребованы то есть даже если когда появится в России такой стенд появится допустим производитель теперь что значит слово востребовано вот сегодня у нас самое модное слово которое есть в России в технике наверное это слово смарт это не только смартфон сегодня рекламируют умные системы управления транспортом управлением потоком электроэнергии управлением извините приходится даже говорить об управлении авиационным транспортом системы этого управления они вообще не так уж сложно разрабатываются проблемой является их надежность и самой серьезной проблемой в этой надежности является проблема надежности электронных блоков о чем идет речь вот смотрите вот у вас есть какая-то смарт-система эта смарт-система получает информацию от датчиков обрабатывает эту информацию и выдает на основе этой обработки команду на какую-то поправку на устранение например курса самолета на изменение потока электроэнергии и так далее на основании чего выдается эта поправка на основании всей предыстории то есть то блок который будет управлять этой умной системой должен знать всю предысторию а это значит что если этот блок будет поврежден то резервный блок не может включиться после него потому что у него информации это не будет о прошедшем он должен работать вместе с основным блоком и если электромагнитная наводка уничтожит основной блок она уничтожит резервный стало быть система защиты и основного и резервного блока должна быть решена с очень высокой надежностью решить эту систему без УЗИПов практически невозможно это понимают абсолютно все и у нас в России и за рубежом но производство отечественных УЗИПов к сожалению отстает мы в этом отношении импортно незащищенные понимаете мы не можем жить в таких условиях мы должны отстроиться от закупок УЗИПов за рубежом нам нужны свои УЗИПы наверное мы их разработаем но не имея стендер для их испытаний мы их разработать не сумеем Андрей Бобров задает вопрос связанный с внешней молниезащитой какой физический смысл горизонтального пояса соединяющего вертикальные токоотводы вблизи поверхности земли в соответствии с пунктом СО 3.2.2.3 ведь непосредственно у стены здания в земле и так проложена металлическая полоса ЗОУ которая сама по себе выравнивает токи молнии истекающие из токоотводов вот вы знаете я наверное на этот вопрос не отвечу я не помню чтобы у поверхности земли была нужна шина уравнивающая потенциала по-моему первая шина кладется на высоте 20 метров может быть я ошибаюсь там в СО написано что через каждые 20 метров и вблизи поверхности земли ну так вблизи поверхности земли то есть шина вот о том и вопрос зачем там вторая в земле она есть у поверхности я думаю что она не нужна Алексей Бородин задает вопрос достаточно насущный для нас регулярно возникающий мне кажется в жизни любого проектировщика молниезащиты скажите пожалуйста ваше отношение к так называемой активной молниезащите вы знаете какое дело у меня у меня уже отсох язык вот давайте свяжем то чего мы делали сегодня свяжем с этой самой активной молниезащитой вот как можно абсолютно безусловно сверхнадежно проверить как работает активная молниезащита для этого надо купить пару приборов вот таких которые я отчаянно рекламировал и поставить их на такоотвод активного молнииотвода зачем да все очень просто значит предполагается что такой молнииотвод такая активная молниезащита такой иси молнииотвод примерно в пять раз увеличивает радиус зоны защиты молнииотвода вот 30 метровый молнииотвод в пять раз у него увеличен радиус защиты значит радиус защиты на уровне земли у него будет примерно полкилометра если вы возьмете такой радиус то с этого расстояния на молнииотвод будут стянуты разряда молнии если вы посчитаете сколько этих разрядов будет то их будет никак не меньше чем примерно один разряд в год на 30 метровый молнииотвод поставьте на него так отвод поставьте вот этот самый приборчик и последите за ним пару лет ну можно и поменьше побольше купить таких штук поставить и вы увидите собирает он на себя разряды или не собирает дело то очень простое не будет он собирать не будет собирать по той причине что вообще говоря эту работу вот в том виде в котором я рассказываю но только без приборов а просто с обыкновенными ослограми был сделан в Америке там университет Нью-Мехико под руководством двух известных специалистов тамошних купили шесть таких молниотводов и поставили их на высотной горе на трехкилометровой горе с полоской вершиной так называемые столовые гора и следили за ними два года было всего 13 ударов молнии все эти 13 ударов молнии полностью игнорировали активные молниотводы и попали в обычные рабочекрестьянские той же высоты которые там были поставлены для сравнения активные молниотводы не только не тащат на себя удары молнии они их игнорируют в этом самое главное активные молниотводы бессмысленны использовать их на территории Российской Федерации на мой взгляд это близко к преступлению достаточно емкий ответ как мне кажется спасибо большое Эдуард Мирович есть еще сила на вопросы у нас есть вопросы давайте Иван Фомин задает вопрос насколько сильно влияет удар молнии на состояние бетона если так отводы проложены в колоннах здания и насколько безопасно внутри здания вот вы знаете это замечательный вопрос я правда плохой специалист по железобетонным конструкциям плохой но НИИ железобетона институт который в течение многих лет по-моему под руководством Корякина в первую очередь ввел эту работу он предлагая использовать фундаменты железобетонные фундаменты здания для расчета для токотводов и извините для заземлителей он занимался тем что может быть с бетоном когда вот там рассекается ток молнии речь шла вот о чем речь шла о том что арматура нагревается арматура расширяется и это расширение создает ударную нагрузку на бетон и бетон может трескаться я не занимался железобетоном но я занимался расчетом температурного режима токотводов когда никакой отдачи тепла у них нет ну в железобетоне в бетоне трудно представить себе что есть сколько-нибудь серьезной отдачи тепла наружу и вот у меня получалась такая вещь в реальных условиях расчет перегрев даже одиночного токоотвода одиночного оно ниже чем 100 градусов понимаете при таком а реально когда у вас ток растекается по большому числу токоотводов о перегреве вообще не может быть речи это все-таки очень сильно надуманная ситуация и весь опыт российский где фундаменты железобетонные используются в качестве заземлителей говорит о том что эта ситуация надуманная с бетоном ничего не происходит спасибо спасибо дарт мирович соглашусь с вами что очень много людей представляет огромные температурные перегрузки в токоотводах чуть ли не ожидая их расплавления поджигая все вокруг видимо с этим связано и предложение относить на 10 на 10 сантиметров все токоотводы от горючих конструкций в новом проекте ГОСТа по молниезащите ну вы знаете какое дело я даже делал такие эксперименты сам значит вот была была фирма ДЕН она использует пластиковые держатели токоотводов и вот было очень серьезное возражение по поводу этих держателей говорят что токоотводы могут нагреться токоотводы расплавят эту самую эти держатели и произойдет либо просто вся эта конструкция развалится либо значит произойдет пожар вот я посчитал нагрев стального прутка токоотвода нагрел токоотвод до этой температуры нагрел просто а потом положил этот токоотвод на вот пластмассовую конструкцию с пластмассовой конструкцией не произошло ничего она даже цвет не изменила понимаете зажечь от токоотвода что-то если там нет искрений невозможно этого невозможно сделать по этой причине сегодня на западе значит отказались от использования сварочных работ в конструкции токоотводов от молниеприемника до земли там спокойно используют болтовые соединения зажимы с болтовыми соединениями что требуется требует только одно вот такой зажим с болтовым соединением должен полностью исключать локальный перегрев для этого переходное сопротивление этого зажима должно быть на уровне трех тысячных ома не выше как это проверяется это проверяется следующим образом значит в режиме кислотного дождя находятся такие зажимы а потом без изменения их состояния проверяется переходное сопротивление и если оно находится на уровне не выше трех тысячных ома такое соединение допускается допускается взамен любых сварочных работ я думаю что нам давно пора перейти на эту систему тем более что для этого есть основания если вы полезете в документ РД 34 ну вот документ по молнии защите 87 года то вы найдете там следующую фразу все соединения молнии защиты как правило осуществляются при помощи сварки в случае когда сварочная работа недопустима используются болтовые соединения которые гарантируют переходное сопротивление не выше пяти сотах кома мне кажется любой проектировщик с удовольствием получит от заказчика запрет на сварочные работы и тогда он руководствуясь РД 34 может вполне применять те самые болтовые соединения и зажимы которые кстати успешно делаются многими российскими фирмами и с большим удовольствием спасибо спасибо Эдуард Мирович и давайте последний наверное вопрос на сегодня от Алексея Костроминова он связан с арматурой в железобетоне которую мы недавно обсуждали но есть прохождение тока молнии через влагу в бетоне и испарение ее которое может привести к растрескиванию бетона есть еще электродинамик арматуры между параллельными линиями понимаете какое дело значит представить себе влажный бетон в котором ток доля тока молнии конкурентно способна со сталью ну мне представить это очень трудно объясню почему потому что удельное сопротивление влажного бетона не может быть выше чем удельное сопротивление воды а удельное сопротивление воды Московской например области это примерно 40 омометров а удельное сопротивление стали это 10 минус 7 омометра Разница между этими величинами чуть больше, чем 8 порядков О каком распределении тока молнии по влажному бетону может идти речь? Вот я этого представить себе не могу Наверное, не мог представить себе этого дела и главный российский специалист по электробетону это Корякин Потому что никаких таких страстей в своих рекомендациях он никогда не упоминал Да и весь опыт, который существует в России по использованию фундаментов железобетонных Говорит о том, что страсти эти напрасные Можно вообще придумать любую, понимаете, ситуацию и начинать от нее защищаться Но ведь защита стоит денег Бесплатной защиты не бывает Поэтому попусту тратить эти деньги очень не хочется И я бы их тратить не стал Алексей, с бетоном будет все в порядке Эдуард Мирович, спасибо вам большое Был, на мой взгляд, очень интересный и очень такой информационно богатый вебинар Я думаю, не только мне, но и нашим слушателям он понравился Коллеги, большое спасибо за внимание Я понимаю, что с вебинара почти никто не ушел Это значит то, что беспокоит меня В какой-то степени беспокоит и вас Понимаете, какая штука? Вот измерение в молнии защите Это действительно сложная и до конца не проработанная вещь Вот и об этом надо помнить И надо стремиться все-таки к тому Чтобы мы объединились в свои усилия И, наконец, набрали статистику такую На которых можно строить надежную и практически значимую молнию защиту Большое спасибо за внимание Мне было очень приятно сегодня работать Большое спасибо Спасибо большое, друзья Всего доброго Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому